старцы к ним едут чтобы узнать волю божью старец это не тот кто имеет почтенный возраст а все-таки тот человек который имеет духовный опыт и одновременно способность из этого опыта что-то передать старцы это те кто взошел на эту 26 ступень лестницы лестница в небо ступень рассуждения знаете я вспоминаю покойного старца и она крестьянки наш современник его все знают его как-то просили что самое главное вот самое главное вообще в жизни христианина и он сказал рассуждение почему-то рассуждение так удивился этому его ответу молитве оптики старцев а то есть прошение там многое отношение предпоследний это борется научи меня прямо и разумно действовать в каждом членом моей семьи с каждым человеком с которым могут встречаться никого не осуждать никого не соблазнять это самое главное чтобы единство чтобы сам это лапе не так не смущать прежде вот не смущать и не огорчать не соблазнять не осуждать вот определение святого иоанна лестничника рассуждение есть истинное познание своего устроения душевного совершенных же рассуждение есть находящийся в них духовный разум дарованный божественным просвещением который светильником своей может просвещать это что есть темного в душах других или же рассуждение в том состоит чтобы точно и верно постигать божественную волю вот почему до рассуждения даруется очень часто лишь в самом конце пути потому что рассуждение это уже почти прямой контакт с богом мы поднимаемся на ступень где открывается тайна церкви тайна общения бога и человека рассуждение это слышание бога в нашей жизни когда ты слышишь бога ты можешь что-либо повторять и транслировать для других людей преподобный иоанн игумен синайской горы лествица 26 ступень о рассуждении помыслов и страстей и добродетелей рассуждение это одна из самых высоких добродетелей христианина поэтому не англествичник ставит ее уже почти в конце лествицы на двадцать шестую ступень рассуждение это то состояние человека когда он уже ответственно принимает решение я так ждал что вы скажете что-нибудь мистическое потому что рассуждение это то зачем тысячи людей едут к старцам разве нет по всей по всему миру мы ищем их вот и англествич например прямо говорит начале этой ступени что она находится в одних только чистых сердцем телом и устами вот тоже пример рассуждения на иерусалимской стене ведь написано он легат к ничу мне только бог может меня судить вот такой пример рассуждения не старческого явно да но более мистического состояния человек не может достигнуть как только в рассуждении рассуждать могут настоящие орлы духом те кто парит высоко те кто в общем то как англествичник стяжал благодать стал сосудом духа святаго это только длительный процесс длительный процесс человека когда он становится храмом духа святаго и тогда к нему приходит рассуждение когда он становится храмом духа святаго так что я надеюсь я оправдал твои надежды о мистике мы ведь знаем что есть преподаватели которые написали множество книг обладают учеными степенями прекрасно блестяще разбираются в тех или иных вопросах а как педагоги передать это не могут вот старец это тот кто и сам уже достиг каких-то высот и результатов и сам является опытным христианской жизни человеком и имеет дар передать этот свой дух этот свой пример другому человеку вот такой и называется старцы и вот первое правило как стать этим сосудом все хотящие познать волю господню должны прежде умертвить в себе волю собственную за этим следует еще десятки рецептов вся эта глава это наука слышание бога и знаний его законов без них как без букваря не откроется духовная грамотности и рассуждения ум достигший духовного разума непременно облечен в духовное чувство мы должны непрестанно о нем заботиться и искать его в себе ибо когда она явится тогда внешние чувства всячески перестанут обольстительно действовать на душу духовное чувство так лествичник называют состояние в котором открываются дар рассуждения или чувство сердца так он еще это называет жизнь монашеская но в общем это и ко всем относятся в отношении дел и слов помышлений и движений должна быть провождаема в чувстве сердца это чувство сердца открывается вместе с чувством искреннего покаяния когда воздух очистится от облаков тогда солнце показывается во всем своем сиянии так и душа которая сподобилась прощения грехов и прежних навыков без сомнений видит божественный свет а вот откровение лествичника о том как так выходит что старцы или люди чистой жизни видят нас и понимает все про нас пусть даже мы пришли к ним первый раз в жизни совершенно очистившись от страстей видят даже душу ближнего хотя не самое существо ее но в каком она находится устроение и каковы ее расположение и чувства вне тех мучаются тех спрашивает очень часто о том как он поступит в какой-то ситуации ищет этого рассуждения этой воли божьей а как понять что вот это воля божья что это вот от него ответ как ну почему ищем волю божью нам очень трудно принять волю божью и нам хочется чтобы воля божья совпадала с моим пониманием добра справедливости духовности и так далее и тому подобное поэтому мы начинаем трясти бога берем его за грудки начинаем трясти господи покажи волю божью а воля божья в том чтобы принимать ту ситуацию которая сейчас есть с тобой происходит с тобой воля божья она уже с тобой совершается она уже с тобой вот здесь но нам ее очень трудно принять потому что мы ее не видим полностью воля божья открывается в нашей жизни через людей через обстоятельства жизни она видна отчетливо бывает тогда когда мы уже проходим какой-то путь и оборачиваемся назад и видим что все что произошло в нашей жизни произошло не благодаря чему-то по часу вопреки но в этом и есть воля божья и она через какое-то время дает нам понять и смысл и вот тогда когда мы не пытаемся заглянуть вперед далеко и узнать что же нас там ожидает а когда мы бросаем мудрый взгляд на прошлое и анализируем его для того чтобы правильно поступать настоящим вот таким образом человек наверное и приобретает чуткость к слышанию голоса божия на своем жизненном пути и к исполнению его воли прежняя двадцать пятая ступень это была ступень смирения и много раз на этой двадцать шестой лестничник напоминают что без смирения не придет рассуждение умершвление всем страстям есть смиренно мудре и кто приобрел сию добродетель тот все победил не трудом но простоте и смирению являет себя бог блаженно и приблаженно святое смирение ибо она как юным так и состарившимся подают твердость и силу в покаяние начала любви есть множество смирения множество же смирения есть матерь бесстрастия а приобретение бесстрастия есть совершенная любовь то есть совершенное вселение бога в тех которые через бесстрастие сделались чистыми сердцем чистое сердце и дар рассуждения связаны самым непосредственным образом потому что сердце нечистое это означает сердце страстное а это в свою очередь означает что человек своих решениях действиях поступках он руководствуется не любовью а страстями это ничего хорошего не приводит но что к любовь способна видеть все и в истинном свете а страсти поморочают получается что человека сбивается прицел он идет не туда и делает это вся эта глава это тактика борьбы и скрупулезное описание как действует враг грех как часто он будто диверсант проникает в нас прикрытой добродетелью добрым поступком например со странолюбием то есть гостеприимством сплетается объедение с любовью блуд с рассуждением коварство с мудростью хитрость скротостью тонкое лукавство медлительность и ленность прикословие самочине и непослушание с молчанием сплетается кичливость учительства то есть молчим а думаем про себя что просто знаем все лучше всех с радостью возношение с любовью опять осуждение ближнего с безмолвием уныние и ленность с чистотой чувство огорчения ко всем же сим добродетелям пролепает тщеславие как некая общая отрава для рассуждения нужна чистота жизни чистота помыслов чистота сердечная рассуждение о тех или иных поступков это дар божий который дается в чистый сосуд человека по другому мы можем назвать рассуждение это голос божий в человеке конечно в каждом есть человеке совесть но рассуждение это такая детализация очень тонкая духовная жизнь в человеке бог не есть не виновник не творец зла посему заблуждаются те которые говорят что некоторые из страстей естественной душе они не разумеют того что мы сами природные свойства к добру превратили в страсти по естеству например мы имеем семя для чадородия а мы употребляем его на беззаконное сладострасти по естеству есть в нас и гнев на древнего этого змея а мы употребляем его этот гнев против ближнего нам дана ревность для того чтобы мы ревновали добродетелям а мы ревнуем пороком от естества есть душе желание славы но только горний каждому человеку даны инстинкты и даны определенные силы души но вследствие грехопадения наше естество но искаженной поэтому зачастую инстинкты нас ведут не туда и силы души направлены туда а любая страсть она не имеет ведь сущности не имеет опоры кроме того что она находит в человеке если мы посмотрим на страсть блуда во всех ее проявлениях то она является ничем иным как искажением инстинкта размножения если мы посмотрим на гордость тщеславия на грехи таких убийства воровство и все прочее чего угодья объедение то это все производные от инстинкта самосохранения то же самое можно сказать про силы души страстями они называются тогда когда они направлены не к богу а от бога и здесь вопрос вектора задача наша их перенаправить чтобы они были направлены не в минус а в плюс в этом задача в общем-то аскетического делания христианского рассуждение открывает и причину всего как получилось что мы открыли дверь греху иногда воспитание бывает причиной у крайних зол а иногда худое сообщество но часто и собственное развращение души избавившийся от двух первых зол то есть от последствий плохого воспитания или от плохой компании избавился может быть и от третьего а в ком господствует третье то есть собственное наше развращение то не потребен на всяком месте или вот про переедание чревоугодия и его последствия как во множестве нечистот рождается много червей так и от множества яств происходит много падений лукавых помыслов и сновидений болезнь как часто мы спрашиваем бога почему или за что здесь на ступени рассуждения даются ответы болезнь посылается иногда для очищения согрешений а иногда для того чтобы смирить возношение благие наш господь видишь что кто-нибудь весьма ленив к подвигам смиряет плод с его недугом как отраднейшим подвижничеством а иногда через болезнь очищает и душу от лукавых страстей и помыслов своей беседе о статуях святитель ян златоуст причисляет 8 причин по которым болеют праведники святые во первых праведники болеют чтобы не пасть в гордость во-вторых чтобы видели на своем собственном примере что сила божия в немощи совершается через человеческое естество в третьих чтобы они не думали о себе больше чем это свойственно человеческой природе а есть еще нечто непостижимое то что мы не можем выразить то что господь при тем как исцелитель порожденного человека выразил как для того чтобы явилась на нем сила божия все это в совокупности показывает и по моему вполне ясно говорится для чего человеку попускаются болезни мы слабы мы слабы телесно мы слабы духовно если вы бог так или иначе нас не ограничивал с одной стороны и не поддерживал с другой то мы неизбежно бы ушли от богообщения бог этого не хочет и собственно говоря болезни это один из способов которым бог призывает или возвращает нас к богообщению все просящие чего-нибудь у бога и не получающий без сомнения не получают или потому что прежде время не просит или потому что просят не по достоинству а по тщеславию или потому что получивший просимы возгорделись бы или впали бы в нерадении есть время без страсти и есть время побеждения страстями есть время слез и время окаменелости сердца есть время повиновения и время повеления есть время брони от врага тела и время погашения разжения то есть время когда блудное и похотливая, не тревожит себя. Время сердечной печали и время духовной радости. Время учить и время учиться. Время осквернений, может быть, завозношения. Вот это очень важно. Листочник показывает, что, попуская осквернений и падения, Бог очень часто смиряет нас. И время очищений, засмирения. Время борьбы и время твердого мира. Время непрестанной молитвы и время нелицемерного служения. И так, да не обольщает нас горделивое усердие, побуждая прежде времени искать того, что придет в свое время. Не будем искать в зиме того, что свойственно лету. Листочник учит здесь, что любовь больше молитвы. Поэтому ради ближнего иногда можно и оставить молитву. А еще тому, что надо непрестанно рассматривать себе признаки страстей. И так потихоньку будет открываться больше и больше. Вот когда вдруг этот человек понимает, что Бог берет все грехи мира на себя, тогда он понимает, в общем-то, смысл всего происходящего. Смысл очень простой всех этих событий нашей жизни. Быть с Богом. А если ты не с ним, то с его врагами. Поэтому в этой главе о рассуждении так много о темных духах. Причем Листочник описывает армию бесов чуть ли не поротом, легионом и их военным званием и зонам ответственности. Есть бес, который, как только мы возлегли на постель, приходит к нам и стреляет в нас нечистыми помыслами, чтобы мы, поленившись вооружиться против них молитвою и уснувшись со скверными помыслами, объяты были потом скверными сновидениями. А есть между злыми духами бес, называемый предваритель, который тотчас по пробуждению является искушать нас и оскверняет первые наши мысли. Между нечистыми духами есть такие, которые лукавея других. Они не довольствуются тем, чтобы одних нас ввести в грех, но советуют нам и других иметь сообщниками зла, чтобы навлечь на нас лютейшие муки. Или вот еще бесы, хитро толкающие в ересь. Между нечистыми духами есть и такие, которые в начале нашей духовной жизни толкуют нам божественные писания. Они обыкновенно делают это в сердцах тщеславных и еще более в обученных внешним наукам, чтобы, обольщая их мало-помалу, ввергнуть, наконец, в ереси и хулы. Бесы – это падшие духи. Мы это знаем из Священного Писания, из предания Церкви. И они, основываясь на отрицательных сторонах нашей души, пытаются нами манипулировать. Это такие же манипуляции, которые происходят сегодня в социальных сетях. Это манипуляции, которые может один человек применять к другому или даже к целому сообществу. Это ложные, нечестные, имеющие далекие последствия манипуляции, которые человек должен научиться понимать, видеть, различать и в отношении которых должен вовремя защищаться, выстраивать некую преграду между теми, кто пытается им манипулировать и собой. Мы, наверное, хорошо понимаем и видим, как часто либо в СМИ, либо в каких-то сообществах, особенно это в сектантских сообществах, очень явно выражено, один человек пытается манипулировать своими адептами. Так же и бесы пытаются манипулировать человеком. Все решения гениальные и все решения, которые от Бога, они очень простые. Бог очень простой. В нем нет сложности, в нем нет заковырок. И все решения, они очень простые. Апостол Иаков в своем послании так и говорит. Просите мудрость у Бога. И Он даст вам эту мудрость, не меру и даст. То есть Господь, Господь желающим быть мудрецами, дает эту возможность, если человек может понести эту мудрость. Но мудрость не к тщеславию, а к славе Божьей. Самый главный вопрос, ведь как быть самому рассудительным, как самому пройти эту 26-ю ступень. Я думаю, каждый второй, если не каждый первый, вас, как священника, спрашивают, в чем воля Божия? Вот как ее узнать? Это же и есть рассуждение. Это и есть рассуждение. И воля Божия о каждом человеке, она и своя, и общая. Бог всем хочет спастись. И для этого он пришел на эту землю, здесь, в Вифлееме. А сюда к нему, за светом Вифлеемской звезды, шли волхвы. Мир до сих пор спорит, кто это такие. То ли цари, то ли что-то вроде астрологов той поры, то ли мудрецы, обладавшие даром рассуждения. Перед Вифлеемская звезда на каждой рождественской елке. И на этой здесь Вифлееме. Вот смотрите, какая большая. Вообще, здесь рождественская елка в Вифлееме, в месте, где родился Спаситель. Вот тут была эта пещера. Смотрится как-то особенно на месте. Да, да. Она действительно смотрится особенно. Если еще обратить внимание на то, что в христианской Европе запрещают елки, то в арабском месте жительства наоборот ее разрешают и ставят ее здесь. И более величественной я сейчас даже и припомнить не могу. почему это было открыто волхвам? Волхвы это кто? Это люди, которые по звездам будущего предсказывали и не только? Нет. Это аналоги современных гадателей, астрологов? Нет. Именно ученых. Ученых людей. Именно людей, которые занимаются наукой, исследованием, сверением текстов, историков и так далее и там подобное. Ага. То, что потом называли волхвами на Руси языческих жрецов и так далее, это совсем другие волхвы? Это совсем другие волхвы. Вот перевели их именно как волхвы там мудрецы с Востока, мудрецы, то есть мудрые люди. И мы все-таки должны понимать, что Бог открывается тем, кому Он хочет открыться и тем, кто Его ищет, кто стучится в дверь, и жаждет Бога. Алчущим и жаждущим правды открывается Господь. Такие были мудрецы с Востока. Они применяли всяческое человеческое рассуждение. И положив на это не только свою жизнь, но и жизнь предыдущих поколений мудрецов восточных, они вдруг дошли, что вот должен родиться сейчас Бог, младенец, особый младенец. Они, может быть, не понимали, что это Бог, но особый младенец должен явиться. И пришел целый караван. Просто так, если бы это были какие-то домыслы, никто бы не снарядил большущий караван, никто не принес богатые дары. Золото, ливан, смирно, это все дорогие очень вещи были в те времена. И вот здесь мы должны внимательно отнестись к рассуждениям. Есть рассуждения духовные, есть рассуждения мирские, но и мирские рассуждения, которые строятся на правде, на выявлении истины, они приводят человека к Богу. Волхвы это как раз ученые, это мирские рассуждения. Это просто когда человек просто крепок умом, то, что говорят, когда он много знает, когда он читает, когда он интересуется. И когда он все это искренне отправляет на поиск истины. Он не знает, что Бог есть истина. Но он ищет истину и находит истину. Бог открывается тем, кто ищет истину, тем, кто ищет Бога. Кажется, святой Иоанн Лествичник за 15 веков до Бориса Пастернака исполнил мечту этого поэта, сказавшего «О, если бы я только мог, хотя отчасти я написал бы восемь строк о свойствах страсти, я вывел бы ее закон, ее начало, описав закон и начало страстей, Лествичник на этой ступени переходит к закону и началам добродетелей. Помрачившиеся от вина часто истрезвляются водою, а помрачившиеся от страстей истрезвляются слезами. Спаспешник и начало целомудрия есть безмолвие, угошение разжения плотского, пост, а враг скверных и нечистых помыслов есть сокрушение сердца. Молчание и безмолвие враги тщеславия, но если ты находишься среди людей, то переноси бесчестие. Видимую гордость исцеляют скорбные обстоятельства, а невидимую предвечный и невидимый, то есть сам Бог. С Богом сравнивает лесточник луч света, как это знакомо многим людям, которые Бога в своей жизни узнали. Луч солнечный, проникнувший через скважину в дом, просвещает в нем все так, что видна бывает тончайшая пыль, носящаяся в воздухе. Подобно сему, когда страх Господень приходит в сердце, то показуют ему все грехи его. Многие строки определений можно было бы свести к одной короткой фразе Серафима Саровского о цели христианской жизни «стяжать святаго духа». Он сказал ее недалеко отсюда, в Саровских лесах, близ своей кельи, пришедшему к нему Николаю Матавилову. Их разговор вылился в несколько страничек тонкой книжицы, зачитанной целыми поколениями. Несколько страничек, на которых сказано обо всем. В этом разговоре Серафима Саровского и Николаю Матавилову все так просто очень логично, очень рассудительно. И в нем как будто бы все православие. Этот разговор это вообще основа всей христианской жизни. Это руководство к стяжанию Духа Святаго, то есть к обожению. Дух Святой, Третье Лицо, Престой, Троица, мы должны обожиться. То есть так Господь должен нами овладеть, и что вся наша жизнь должна быть посвящена ему. Все духовное должно превалировать над материальным. И как это сделать? Ведь Матавилов был очень образованным человеком. И он, Матавилов, вдруг открывает для себя какую-то бездну премудрости. Он для себя открывает ту мудрость, которая непостижима мирским способом, которая не выводится логическими заключениями, которая не дается человеку просто так захотевшему. Она открывается Богом тому, кто может ее употребить. А употребить ее может тот, кто жаждет правды. Серафим Саровский в какой-то момент того разговора с Матавиловым засиял божественным светом. И в глухой Саровской чаще Матавилов пережил то же, что пережили ученики Христа на горе Фавор, когда Господь преобразился перед ними. Этот божественный свет виден уже и на этой, 27-й ступени Лествицы, только при одном условии. Когда воздух очистится от облаков, тогда солнце показывается во всем своем сиянии, так и душа, которая сподобилась прощения грехов и прежних навыков, без сомнения, видит. божественный свет. Я сейчас вспомнил старца Паисия Святогорца, уже святого, канонизированного недавно афонского монаха, который жил практически в нашем современном 20-м веке. Он на войне был, кажется, радистом. И он проводил такую аналогию, что мы должны настроиться на чистоту Бога. И тогда будет этот дар рассуждения тоже. Мы будем его слышать, мы будем с ним на одной волне, как говорят. Как эту чистоту в себе настроить? Молитва, пост, воздержание. Мы находимся на этой ступени, чтобы как раз настроиться на волну Божию. Теоретически мы вроде бы дойдем до 30-й ступени, узнаем, что нужно думать, что нужно чувствовать, как надо жить, но надеюсь, что и в жизни практически мы будем стараться это все воплотить. А это и есть волна Божия, на которую мы должны настроиться. лествиться. Вот та тонкая настройка, которая, если человек пройдет, сможет дать ему возможность слышать Бога. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok